Здравствуйте! Стоматологическая клиника НАТО ДЕНТ. И сегодня мы поговорим о такой проблеме, как появление зубного камня у детей. Зубной камень у детей явление все-таки достаточно редкое, тем более у дошкольников. Более часто эта проблема затрагивает либо школьников, либо людей более старшего возраста. Поэтому что же надо делать, если вы все-таки заметили появление зубного камня у вашего ребенка и как предотвратить его появление в дальнейшем. Остановимся немножко на механизме образования зубного камня. Начинается все с образования мягких зубных отложений. То есть это те места, где скапливается постоянно налет, и в течение нескольких дней или недель он из этих труднодоступных мест не вычищается. Впоследствии за счет слюны в этом мягком зубном налете откладываются соли кальция. Чаще всего это фосфат кальция откладывается между бактериями, остатками пищи. Потом это все сверху покрывается еще одним слоем мягкого налета. И происходит такой циклический процесс. То есть откладываются соли кальция, опять это все покрывается мягким налетом. И вот таким образом происходит образование зубного камня. Есть, скажем так, такие характерные места, где чаще всего этот зубной камень образуется. Язычная поверхность, то есть внутренняя поверхность нижних зубов. Ну, чаще всего это резцы. И щечная, то есть наружная поверхность жевательных зубов. Такая локализация зубного камня, она не случайна. В этих местах открываются выводные протоки слюных желез. То есть в области жевательных зубов открывается выводной проток уколушной слюной шелезы, а в области внутренней поверхности нижних резцов открываются выводные протоки подчелюстных слюных желез. Именно поэтому в этих местах чаще всего и начинается образование зубного камня. Основная и чаще всего встречаемая причина образования зубного камня и у детей, в том числе и не только у взрослых Это, конечно, некачественная гигиена полустирта То есть те места, где постоянно скапливается налет, со временем этот налет просто минерализуется То есть становится более плотным, твердым И такой налет, который уже превратился в зубной камень, к сожалению, невозможно счистить зубной щеткой Еще одной причиной может быть недостаточное количество в рационе ребенка твердой пищи Потому что все-таки за счет твердой пищи происходит самоочищение зубов Это, конечно, не значит, что можно заменить чистку зубов на употребление яблок, орехов или моркови И тем самым забыть про чистку зубов Нет, конечно, нет Но твердой пищи все-таки в рационе ребенка должно быть достаточное количество Злоупотребление углеводами тоже может являться одной из причин образования зубного камня И недостаточное употребление элементарно воды То есть если ваш ребенок просто мало пьет, то вероятность образования зубного камня у него значительно выше Еще достаточно часто образование зубного камня происходит у детей с нарушениями Либо с заболеваниями желудочно-кишечного тракта Связано это в основном, конечно, с вообще нарушением баланса в принципе в организме И с изменением состава слюны в том числе То есть в слюне нарушается и изменяется состав за счет увеличения Либо наоборот уменьшения некоторых компонентов В том числе может просто увеличивать содержание кальция И за счет этого этот кальций больше откладывается в зубном налете Впоследствии превращая его тем самым в зубной камень Также после приема антибиотиков тоже может у детей часто достаточно образовываться зубной камень Еще одной причиной могут быть так называемые зубочелюстные аномалии То есть нарушение положения зубов Когда есть скучность, есть достаточно трудные места для чистки Это тоже, к сожалению, увеличивает риск появления зубного камня в полустирта вашего ребенка Чем же страшно и в принципе вредно вообще появление зубного камня на зубах Тем, что этот зубной камень невозможно с чистить зубной щеткой Соответственно, это увеличивает риск развития кариеса в первую очередь Во-вторых, сам зубной камень на 30% состоит всего лишь из минеральных компонентов То есть из фосфатов кальция А остальные 70% это микроорганизмы Продукты их распада, продукты их жизнедеятельности, остатки пищи Соответственно, все это токсическим образом влияет на десну И тем самым увеличивая риск развития заболевания десен То есть начинается все с генгивита И впоследствии это может привести к пародонситу и более тяжелым последствиям Плюс, конечно, наличие зубного камня может вызывать неприятный запах изо рта Тот самый галитос, о котором мы ранее в принципе уже рассказывали Если вы заметили у вашего ребенка на зубах какой-то желтый или белый налет, который вы не в состоянии счистить зубной щеткой То, конечно, в первую очередь стоит обратиться для консультации к вашему детскому стоматологу Если он подтвердит опасения и это действительно зубной камень, а не налет То у детей существует ряд особенностей, как этот зубной камень нужно снимать В первую очередь, чаще всего мы, конечно, используем для этой процедуры ручные инструменты Специальные экскаваторы, либо кюретки Потому что иногда ребенок маленький и вмешательство с какими-то другими инструментами может его просто напугать Если ребенок вполне себя комфортно чувствует в кресле То для снятия зубного камня мы используем ультразвуковой скейлер, такой же, как у взрослых Специальная насадка, которая позволяет нам быстро и безболезненно снять зубной камень Обязательной процедурой после снятия зубного камня является полировка зубов Потому что эмаль все равно остается достаточно шероховатой И впоследствии намного проще зубному налету и бляшке прикрепляться к такой шероховатой эмали Поэтому наша задача эту эмаль заполировать, сделать ее гладкой, блестящей Чтобы снизить риск образования зубного камня вообще впоследствии Ну, либо уменьшить его скорость, чтобы он появился намного через более долгий промежуток времени Обязательно после полирования зубов мы проводим процедуру фторирования для укрепления эмали Которая могла уже, в принципе, подвергнуться деминерализации Либо каким-то нарушениям мелким в виде трещин, пока там в этот момент был зубной камень И, конечно, самый главный момент – это обучение и подбор средств гигиены Для того, чтобы снизить риск образования зубного камня впоследствии То есть это подбор зубной щетки, подбор зубной пасты, флосс, ополаскиватели Ну, все необходимые средства, которые в данном возрасте у ребенка уже можно использовать Появление зубного камня у детей, тем более дошкольников, все-таки явление достаточно редкое Но если вы заметили у вашего ребенка зубной камень, то стоит обратиться для консультации к стоматологу И проведение профессиональной гигиены Вот, вот Субтитры сделал DimaTorzok